Ну, короче говоря, на трассе Оливецком Северная Остроботняя Финляндия Сегодня испытываются москвичи И стоят в Москве 407 Немного правее 408 метр, традиционный Дальше стоит 412 2140 SL 21412 028 Межевский 2126 Ода 2141 2142 Князь Владимир И кроме того, я поставил в года 1203 метра автобус И трактор КЭС Ну, почему? Шкот-то вообще мало А трактор еще там немножечко в некоторых местах покатаем Так, ну вот Москву 407 традиционно так выглядит Он ранний тут 40 стекло В нем все рабочее Хорошая модель Крусок такой с елкой сделал В салоне, к сожалению, вот только так будем посидеть Ну Тут так традиционно обшит Вельветом каким-то обшит, по-моему Руль большой С подслоновую кость пластиком Хотя все-таки он сделан намного красивее даже Чем 21-я Волга Там что-то много Они, как говорится, вычурного сделали Ну, в центре традиционный круглый спидометр Но добавлено ампер, бензин, масло и вода Переключалка сделана Вот, кстати, педали рабочие Вон, интересный момент Педали рабочие На руле я, кстати, вот Под надписью МЗМА Это гудок Сделана Как бы, как это сказать Из металла Такая дуга Тут еще сбоку должна клюшка быть ручного тормоза Это, наверное, переключение скоростей Ну, вот там отопитель стоит И радио Длинный средний вон Под прикуривателем Кстати Ну что, поехали? Обязательно его надо прокатить по плохой дороге Посмотреть будет Радио, кстати, довольно-таки в нем тяжелое Транзисторное В Победе вообще вроде ламповая стояла Но тут уже транзисторное поставили Весит 3,5 кило Еще переходник Килограмм То есть, в общем, 4,5 кило Приемник весит Древнее радио Там, похоже, кто-то попал в аварию Из-за своего поведения Ну, скорость вроде как набирает уверенно Кузов, как известно В 407-м взят от 402-го Требовалось обновить Старый 400-й Модель 400-й 400-й 401-й 401-й Ведь изначально должны были выпустить В обновленном кузове Который Несколько на победу он обыграл Но, чтобы у него капот открывался Как бы Каркадилового типа Не как вот 400-м сбоку Что-то как-то Как-то смотри за ночь слоева Надо быть аккуратным Но так и не дали это сделать Поэтому Только в 56-м году Удалось новую модель 402-ю выпустить Правда, поначалу она была Со старым мотором Который только 35 сил давал Потом вот обновили И стало уже 45 сил 115 километров Надеюсь, он будет хорошо рулять 402-й Молдинг А, нет, 407-й Ну, 407-й должен такой быть Горизонтальный молдинг Обязательно Порожек наполовину А у 402-го Никогда не было молдинга Ну и надпись, конечно, 402-й И такой вот барашек На всю вот эту Уступающую часть заднего крыла Молдинг сделалось специально Чтобы сразу два цвета красить Такой стековый окрас Один снизу Другой сверху Мы на 403-м экспортом Придумали узкую полоску Чтобы не возиться Одну только полоску делать Потом они как бы что сделали Упростили флажок Сделали просто каплю такую 60-го года, кажется И заменили вот этот брус Сеточкой Вот тут что-то Почему-то такое не сделали А вот небо Оно тоже могло быть Разное Могло быть синее Зеленое И красное А потом только красное стало Это с 403-м Сейчас посмотрим его, наверное О, блин Классно Давай его попробуем По этому Дорожки беговые Будет он вообще управляться Что-то его, по-моему Заносит как-то Что-то он как-то слабо управляет Так, ну давай поехали По плохой дороге Сейчас посмотрим Колеса у него 15-юймовые В принципе Позволяют ему Через какие-то препятствия При проезжании 410-й везти ход Полноприводный Он еще и поднят Дополнительно Правда, скорость падить Но тут такого нет Моторей пока нет В принципе едет Что-то говорить Вроде едет Иногда вот Заносит Здорово Сейчас, знаете Тоже Поклядывать Еще может занести Так, а вот на такой Буэрак он интересно Заедет Вроде въехал В принципе Вот эти 15-юймовые колеса От него можно поставить И на Какие-то провода Тянут Тоже можно Спать в нем Хорошо Раскладывая сиденья Ну, 403-й Это уже был Последний Из этой серии Переходная машина В принципе Там штампы были Неплохие Можно было На другой завод Отдать Производить Но так И это и не сделали Ну, доченьки Блин, сейчас Сейчас Кипяток все Не особо Я смотрю Что-то вон Проходим Завяз что ли Не заехать На такую гору Уже не заехать Шероид грунт Разбил Заднюю форму Моделька К сожалению Не особой Проходимостью Не отвечает Сделать Возьм Ну, не везде Может заехать Сует Ну, не везде Так, обойдем победу по Буэраку. Ну, может, конечно, если приноровиться, можно и получено. А мне он больше нравится. 21-й Волге там что-то как-то понаделали какую-то фигню. Это он более такой, так сказать, красиво сделал. Вот, трясется он на своей подвеске. Бот не реагирует, буди-не буди, ему абсолютно побарбабан. Вот как включаются фары. Нет, обгонять нельзя, там музыка. Так, остановимся для скрина. Вода тут шумит, место-то хорошее. Ну, сама модель-то, конечно, красиво сделана. Но, к сожалению, не особо он что-то проходил. Сзади вот такой интересный очень выступ. И наполовину уменьшена высота проема. Тогда модно так просто. Сейчас тут ферма будет. Залегу я вот, где я буду беречь дом. Ферма. Ферма. Так, а вот и ферма. Флитерин, Курьяму и Малаламу. Много машин испытали на этой юниверске. Сейчас мы посмотрим, что оно в Варжи как-то поедет. О, слушай, едет. В принципе, в Варжи-то едет неплохо. Уже на склон не везде можно заехать. Недостаток. Мотор все тот же был. Опелевский. Взятый от 400-го семейства. А 400-го, из-за того, что запретили вносить изменения, 400-го, первое, оно очень мало, чем от 400-го отличался. Там на 3 силы подняли мощность мотора. А немецкие в то же время, они гораздо были мощнее. Только на 402-м они достигли мощности немецких. Оппель Кадета. Оппель Олимпия 382. На 407-м только смогли превысить. Используя все тот же кусок мотора. Ну, а 408-й мотор, он был как бы пределом, он вкладывал в воду. Очень пределом, как бы. Еще хорошо, что такой красивый прототип выбрали. Там же иностранные машины были привезены. И выбирали из них, какой лучше. А то могли бы взять какой-нибудь, там еще был какой-то квадратный, такой-то вообще, ну капец. Да его догадались сделать таким немного продолговатым, поэтому хоть и маленький размер, у него такой более видный. Ну, в целом, он на Оппель рекорд очень походил, потому что более упрощенный и меньшего размера. Также на 21-ю булку что-то въем было взято. Так, вот эта вот железная дорога ржавая. Сейчас переезжать будем. Так, переехали. Я не знаю, можно ли вообще обогонять. Попробуем рискнем. Нет, ну если приноровиться, то в принципе можно ехать. Хотя мощности порой он не достает. 408-й мотор 50 сил. Это как бы предел. Хотя с нормальным карбюратором он вроде 55 сил дает. Если поставить хороший карбюратор, иностранный, то может давать примерно 55 сил. И там, короче говоря, уже скорость 129, кажется, максимальная стоит. А на обычном только 120. Но у этого что говорить? У этого было 115 скорость. Но на иностранном карбюраторе, может быть, он и больше будет. Развить километров на 5, обычно, терялось из-за плохого карбюратора. А то, может быть, даже и 10 не было. Ну, там по-всякому. От у 412-го мотора уже 10 километров было потеряно из-за плохого карбюратора. Так, ну, выехали на шоссе. Под освещенный прибор. Модель сама неплохая. Появилась и не так давно она. Конечно, много чего еще от москвичей. Это особенно бы хотелось наконец-то 400-й будущих москвичей испытать. Ну, и в 400-м стали обязательно поворотники, взятые от грузовиков. А в 400-м поворотников и не ставили. И там колхозил кто как хотел. Ну, тоже втыкали, когда потом обязали поворотники поставить. Так они там, что только не поставили. Поэтому их сразу видно хорошо. На 401-м они одинаковые, а на 400-м наставлены абсолютно любые. Ну, честно говоря, я покажу, я машина. Э, 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 э. Ура, дни. Вот, увидишь. В принципе, по грязюке он прошел. Сейчас хорошо поддался 120. Ну, я не знаю. Если по спидометру... Ну, 122, примерно. То есть за 115 он заходит. У него стоит в паспорте, как бы, 115. На самом деле, у москвича мотора чуть побольше. Могут разгоняться, чем станет в паспорте. Это не так, чтобы не ставить предельную. Как бы чуть-чуть подубавили. Вот так оно вот может. 120 он спокойно берет, получается. 407 мотором. Получается. 402 нет, не испытающего. Вот даже там 125 вроде. А то даже, слушай... Значит, брожья. Тут даже и под... Под 130 ник премьера. У него сейчас 128, кажется. То есть хорошо поддал. Так что даже на 407 можно неплохо гонять. В принципе, шпарит неплохо. Да тоже. Просто он сейчас, конечно, такой вид ретро имеет. Ну, хорошая машина. Хорошая. Так, ну, парковать особо не будем. Чего тратить время на это. 408 МР. Правда, уже на нем многократно ездили. Ну, давай проедемся. Это больше всего. Натязаю сразу, сразу радует глаз. Вот когда посмотришь на 408 МР. Сразу, сразу же радует глаз. Вот так он выглядит. Фары, лодочки. Так, такой вот у него салончик. Бараночка. Радио. Там он... Фирменная накладка 408. Победа обходит. Вот так прикольно сделаны, как вот такие дырочки. Ну, пшевые. Да, им и гудение мотора очень нравится. Хорошая машина. В основном, я на нем, конечно, и езжу. Шучу. Не нравится мне другую. Вот этот как-то более родным, кажется. Сюда одно гудение. Это мотором прикольно. 408-й, кстати, он... Отнюдь не дерьмо, как кажется. Почуваешь, в чем дело? Кузов-то делался по 408-й. А они там вначале... Как бы хотели просто 400... Вот этот второй кузов модернизировать, который был уже на 403-м. Ну, там вообще был бы полный кал, если бы такое стали производить. К счастью, догадались. Кузов полностью изменить. На американские машины его сделать. Похоже. Он, вот видишь, уверенно держит дорогу. Вроде как не заносит его особо. КОНЕЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Ну, короче говоря, 412 когда стали, вставляйте мотор, он туда, он сейчас от BMW переделанный, уже не опелевский, от 61 года BMW, ну, там, короче говоря. Как бы, как бы, как это сказать. Здесь он прикольно пылит. Он не помещался, короче, в отсек 408-го мотора, его пришло, блок цилиндров под углом поставить. Не знаю, это хорошее, а мы еще и нет. Это правда, что надо все испытывать. Ну, таким, как бы, не назовешь уже положительным делом, это вталкивание было. Главное, в 2141, там вообще полки, кисет, что они там наделали. К тому же, Андронова-то не было. 408-й, 407-й, это все Андронова-то не было. Ну, это была лучшая, очень, машина у Москвича, вот именно это и было. Там, что-то, они потом намутили, намутили. Видишь, как, дорогу-то он, наверное, только езжет. Вот, к сожалению, на некоторых трассах, что-то он не втягивает. Можно в гору не втянуть. Сует тоже пора. Это особенности модели. А в реальности, ну, черт его знает. Это надо проверять. Здесь-то он едет неплохо. Сейчас победу обойдем. Как будто отраву снуть. Вот как вот этот Fiat 124 Spyder или Piniforino. Сюда вчера ездил. Поддельная спортивная машина, как бы, из обычного Fiat 124. Рыжбы. И там просто кузов Piniforino сделал его под спортившим. Другая фирма. Так там обычный мотор у ВАЗа, который как в ВАЗе был полтора литра. Ее форсировали на 173 километра, куда сходясь. Получается, у полтора литрового мотора возможность вот такая была приличная. На москвича тоже такой эксперимент провели как-то на Дмитровском полигоне. Облегчили его подельно. Вот так-то он как бы для выпуска не предназначен. Просто какие-то рекорды хотели поставить на концевой дороге. Так он там, ну, под 190 вроде даже может разгоняться. Обычный. Но это правда 412. Здесь 300 вольт мой, наверное, по 5-й. Делый ресурс. Хотя вроде как на состязаниях они тоже укралились. Под 160 разгоняй. Под 150 точно. Так, вот он не дал тебя обойтись. Ах ты падла, щас бы тебя обойтись. Пообожри. В фильме-то гонщики там есть, и 4-х парные выключили. И обычные, и 4-х парные. Квадратные и живские. 4-х парные были и тут внутри получается. Здесь их можно, и гоняли тоже, и в гонках использовали. В принципе, он все обычный, москвич, просто непая отделка. В тянуло в гору неплохо. Так, в принципе, довольно-таки увлекательно на нем кататься. Понадь перебров очень и не хорошо сделан. Наши я стрелки отлично за баранкой вижу. Хотя сам мой руленький. Тихо-тихо, чтобы не повело. Так, окей. Шумит река, стоит на москвичах. Поехали. Дворники, правда, вот сделаны. Что-то как-то по-игрушечному. Мне кажется, они на реальном москвиче немного по-другому выглядят. Кстати, тут можно еще антенну радио выдвинуть. Вот тут тоже так прикольно сделан назад, как под спортивную. Как бы вот этот аркор загнутый назад. Вот тут тоже такой выступ прикольный. По полю давай попробуем. Вроде как он по ржаному едет. Неплохо. Да, нормально едет. Некоторые тут вещи вяжут. Поддержим. У меня тут едет неплохо. Я не знаю, в игре в этой... Вот она, вернее, модель N400 до 12 в чем-то отличается. 408-го. Да, блин. Да, блин. Что делать? Голубанулся несколько раз. Особо-то, конечно, тут гонать опасно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это как из Жигулей, конечно, лучшая тройка. Тут, конечно, вот этот, даже лучший. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. И вот тут вижу плохо тут дорогу. Кинать тут, конечно, нельзя. Эти, наверное, на Победах. Интересно, с какой они скоростью едут. Еле-еле, по-моему. И в основном на этой грунтовой дороге вот Победы только едут. Да, по 20 на первой скорости, наверное, едут. Паскуда такая не дает объехать. Не более 20, короче, едем. Давай, обходи его. Я считаю, что там Бугор не позволял мне даже обойти. Ну, в основном они вот, когда в автоэкспорте продавали, они, конечно, в основном москвич именно избывался. Потому что они его смогли разрекламировать неплохо. Да и дизайн он имел неплохой. Волку вот уже сложно было продавать. Потому что она большая и не угрожая была. Ничем особо не пристало. Вот, я хорошо сейчас с обочины довольно-таки легко вылезаю. Это фары так включаются ближней дали. Ну, подсветка есть. Буквы подсвечивают. Цифры верни подсвечивают. Поток довольно-таки легко вылезает. Буквы подсвечивают. Вообще без проблем. Вот, два четверочка. Я пошел. При этом его не выносят с трассы. Вот есть более-таки скоростные, вот как я ездил. Можно улетать с трассы. Даже на Жигули опасно разгоняться. Это вот более что-то так уверенно держит. Можно, конечно, заистить порой. Мне он нравится. Хорошая машина. Я, главное, уверенно его чувствую. Даже были и того, в Синеву всякие вот фиата подобные. Что-то не астопотом. Довольно альеско затормозил. Ну, вроде бы все нормально. Ничего не снесло. Много испытал советской всякой техники. Да и вообще, которая... Пока и которая есть. Вот много на этой трассе чего-нибудь там. Жигульта он из такого поворота на большой скорости может и не выйти. А москвич выходит. А специально его без торможения пускают на большой скорости поворот. Ну, видишь, как качается, когда тормозишь. Вся машина в перевалочку. Ключ, вон, когда сбоку там стоит, удобно. А некоторые еще вот где ключ тахометра составляют. Тут надо так делать, чтобы подсадить его легко. Просто проводки. Чтобы он, как бы, как это сказать, там не засирал вид. Это, короче, так делать. Красный цвет я всегда люблю. Хотя и другие москвичи не помню. Другого покраски. Вот это вот мне нравится красный. Эх ты, блядь, ну что такое. Что же просто пить? Так. Ну, 412-й это тоже самое, по сути. Хотя нет, ну кузов, точнее, я говорю, тот же самый. Но он уже 412-е, поэтому у него сзади блок фаров. Поставлен в виде блоков. И треугольничек такой. Спереди квадратные фары ГДР-овские, ферстые. Ну и мотор 412. Подголовники добавились. Обязательно прорезь между диванами. Вот ручничок. Там ЗМА по-прежнему написано. Ну, блок приборов, как видим, тот же самый. Но, как бы, как сказать, обшили торпеда в этой, как бы, безопасной панелью. Как бы, травм безопасный. Немного дизайн потерялся. Убрали ручки, вот, с решетки нагревателя, обогревателем. А сам обогреватель вниз уехал. Под него. И, соответственно, радио пришлось под обогреватель подвесить. Ключ под руль убрали. Клюшка там знаменитая у ручного тормоза. Передача по-прежнему на руле переключилась. Хотя, потом они напольно врустят. Но машина с той же самой, по сути. Я уже не знаю, сейчас проверим. Есть вообще отличие, что это 412. Скорость должна быть больше. Или на модели это нифига ничего. Не отличается. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как он будет разгоняться на шоссе. Светка, как бы, называется, снежная королева, кажется. Голубоватый. Голубоватый из белого типа. Тут не совсем точно спидометр показывает. и а м м м м крылья каэта но если испытания а сделано такого фуэрак, а ты его скидываешь. Я, наверное, думаю, уже нет смысла его ехать, потому что то же самое по руке. Едва ли он отличается от модели 408-го. Хотя в реальности мотор-то другой, но он же отличается. Сейчас посмотрим по шоссе, что он будет себя показывать. Более быстрый, чем 408-м. Опасный обгон-то делаешь. Так вот те раз уже столько же зарисуют. А потом они вообще панель прибора заменили другим, как у вас 2140. Уже кайф весь потерялся. Дизайн-то вот именно такой должен у него быть. У меня больше нравится, как в 408-м. Я все-таки больше его люблю. Аккуратно. Аккуратно. dagegen подходил в кунку. Додаем 245-тью。 Вылама. вот так вот такой вид снежная королева стебовая окраска подголовники победам подрывает копытами но вот молодец не давит а именно тормозит просто почему-то не будет он должен был худеть почему-то боты не умеют гудками не реагируют сами не гулят фарами и не помогают если какая неисправность они бы должны были бегать недоработка для движения конечно ну важно и москвичи ставить движение я тоже ставлю поскольку появилась вот эта прикольная победа учатся с победами покататься как бы машины разных эпох ах ты блин а а а а и и но я скорее всего такая отделка другая в принципе это все то же самое едва ли машина эти более в сборке одного тоже кстати два четверка снежная королева прикольный окрас прикольный у ежавских он такой более синий модель в целом сделана неплохо но вот дворники явно какие то не не настоящие как вот вырезаны как будто лобзиком из какой то фанеры не совсем изящно сделано дворник не совсем изящно а кстати на москвича довольно прикольно какие дворники лежат мне вот нравится сажали не включишь дворники к сожалению никак не включат ну правда дожди далеко не на всех как вроде как можно дождь если я к самому ставить но это очень утомительно есть карта где даже дожди идут то есть я бы даже с наводнением из постепенно будем их смотреть так в целом я оценил в основном совет будем их ставить испытывать ну и тогда иностранных человек будет интересно будем ставить в порядке в порядке в порядке ну я степого ювелирная как будет нет Подделки мало 412 отличается от 408 ноты Рычажки только убрали и ключ Пожалуй, главные отличия Все вот эти опасные рычажки уехали вниз, кажется Я отпустил ногу с газом Он довольно-таки быстро сбрасывает А эти что-то медленно едут, товарищи 40, похоже, в эту скорость Вот здесь X40 Так некоторые автобусы даже этот не могут уходить Ну автобусы надо было, конечно, этим встать надо Посмотреть обязательно следовало Ну, жужики Это все за говно Как напоминает, как за рулем-то на обложке Так, а это SL знаменитый Ну, это тоже самый 2140 Это как-то раньше-то Поначалу-то его должны были называть 412М 2140 Салон просто улучшен Пластиковые обвесы И весло Сзади Покрыватели стекла Главное, внутри Очень прикольная панель Прикором сделали Вообще, весь салон его переделали Рабочие часы Причем, как реально на компьютере Вообще, все-то очень стильно SL, конечно, прикольно Вот как у вас Ну, подголовнички такие Мельцает Мельцает Стрелки очень прибором красивые А так все тот же самый 412-й мотор Тут дворники красивые И там что-то текстурка Какая-то не прогрузилась Полагательно Какое впечатление, что в нем Текстура не прогрузилась Долбанул его О, как разбил он Часики-то разбил Пизда, я же говорил С крышей какая-то крень Сейчас вроде нормально загрузилась Да Но бывает Тут он как-то еще сделал Говорит, что плафон Мол Можно включить Но как вот Это сделать Что-то непонятно Ну, магнитол Вот у тебя еще стоит Посоли в этом 1500СЛ А еще какой-то они 1500СР Хотели сделать Только три машины Что-ли выпустили Которые победнее Чем посол Тахометр, конечно, не поставил Хотя Дырка для тахометра есть Слева Вот освещение Прибора как работает Сейчас позырим Как он будет Себя нажжевести Вот такой СЛ Скотчем каким-то приклеена надпись Сзади вот поставлены квадратные фары Полторы тысячи На сквич полтора Ну, ну, как бы Это наилучшее Как бы для 412-го Сделан Модернизированный вариант Этого Круса Безопасные ручки Поставлены Безопасные ручки Репотажные ручки Поставлены Круса Безопасные ручки Ну а как он себя на жиже-то будет показывать? Мотор, я не знаю, это вообще 400 или 12-й мотор, как на Запорожье какой-то, похоже. И модель-то непонятно как сделана. Так что тут надо знать, реально ли это мотор 412-й мотор. По-моему, мне кажется, что у неё немного другой же. Грязь раскидывает. Ну так в целом едет по дороге. Довольно-таки спора едет. Проскакивает всю эту гризю. В принципе, довольно-таки водевка. Довольно-таки спора едет. Ай, с налётом. Тот товарищ на Победе даже не особо-то понял. Ух ты, блин, сейчас плохо заёт. Попробуем. Ай, с калорий назад. Ух ты, блин. Тот товарищ на Победе. Ух ты, блин. Да, обычно за 21,40 в принципе, зачем-то лучше эсэ лопить. Прикольно сделанный Конечно, все хорошо Ну и селфа прикольная Блин, доигрался Разбил стекло Сзади такие прикольные полоски Сзади стекло Кстати, если ему разбивали бамперы То могли заменять их Какими-то самопальными металлическими Вот мост Там ферма Ну, довольно-таки легко съехали Модель-то в целом неплохая Вот, стоим на мосту Фары так и включаются А тут, кстати, иногда на нем еще дворники на передних фарах ставлю К Луппе приехал Нет, этот Во Флиттерин точнее Приехал Чувак на СЛ С Канелы Купил новый СЛ Проверим, что он будет наборить Да нормально Ну-ка, на такой буерок заедет Нет, уже никак Все-таки это тебе не везти год Я ничего бою Я ничего бою Тоже очень красивый Раскрасу побили Блин, заносит Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, блин. Ну, думаю, молодец. Разбил фары. Да, блин, снова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выезжаем. С грязи выехали. Красивое место. Как бы срытый склон. Очень прикольно так выглядит. Тени очень красиво ложатся на машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все, спуск шоссе. Все, вылетели на шоссе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас посмотрим, как он еще подошелся с этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебесно-голубая победа. Голга, вернее. Вот синяя королева едет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 120 на спидам этих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего-то за 120 стрелка не хочет заходить. Хотя он должен... Оно вот сейчас чуть-чуть. Чего они особо это не дают разгоняться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, все, пизда. А кто-то-то куда бы и не огублитит. Пище, тут особо это не поразгоняешься. Может сразу глбануться. Поэтому это просто хулиганство так делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел посмотреть предельное спрос КТМ. По встречке, видишь, все время кто-нибудь да и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, блядь. Тут опять его занесло. Вроде как вышел из аварии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, SL-так. Ну, кстати, индикатор остановки зажегся. Ну, это тот же самый 412-028. Это и в Ижерске они так с 82-го года поставили травму безопасные двери. Но они по-другому, не взаимозаменяемые были. В 2140 они выше репара жесткости, а на 20 на Ижевском ниже были сделаны. То есть, крест поставили. Ну, сзади, как на ближе. А спереди вот такую коку мы поставили. Эти коку из черного железа. Вначале просто хромировали, перестали. Потом вот такую коку хеленатуру поставили, которая еще из очень плохого металла обравила. Ну и надпись вот такая есть. А внутри все тот же самый 412-й. Подголовнички обшелка. На руля Ижер, умеется написано. Безопасным материалом обделано. И как бы, как это сказать, ну, рычажки все в них убраны. Вниз магнитола под теми рычажками. Переключалка на руле. Но что-то, я смотрю, панель-то изменилась. И сделалась очень убогая. Какие-то, видишь, ну, убогая сделали, а они предельно упростили. Где свет включается, тоже как-то хреново. То есть, херово сделали. Ну, простили. Тут еще, кстати, по-английски написано. Ampswell Oil Temp. И, кстати, он все более и более стал делаться из плохого металла. На комбе там уже все упростили. Поэтому только вид имел старого москвича. А так вот, такой 412-е, ну, вроде бы... до 97-го года, кажется, делался. А дольше всех капну, вроде, до 2001-го. Уже все дерьмо в отдел, не особо качественно. Идет очень плохо сделали. Панель приборов-то искалечили, по сути. И тут, кстати, ни хера Уже стал руль закрывать Вот эти цифры Ну так Долбоебы Не шевели С положительных достоинств Только безопасные ручки Можно назвать Остальное все, конечно, говно полнейшее Да, блин, ну что делаешь Универсалы Комби Это практически то же самое Поэтому здесь испытывать не стал Ну, обычный ежевский чон В принципе, только радиатором, наверное, отличается И все Такое масштабное Лучше вообще не хватит Не в последнюю очередь Ну, что А бодро что-то Ужасная панель приборов Очень не нравится Скорость, видишь, не более 40 Вот такой вид 412-028 А тут есть еще и какого-то другого автора Похоже В одной сборке 408-м камеру Вот эти находятся В принципе, он всяких сделал Не сделал Он только тот Который вот В цехе прогресс Сделался Вежевским Он, в принципе, был Абсолютно аналогичен На московском Ну, на руле Там Миша уже стояла Радиатор А и значок там был Ижевский Сделан с Сатурном С этим, как бы, как это сказать С кольцом Потом-то просто В виде кружка Вот такие пирожки Если как БСЛ Самый крутой Из 412-х То вот этот 028 Наверное Самый убогий Сек Damn Опасно так проскакивать Можно под аварию Золотистая Волга Прикольная Победа очень Черно-синяя Такая прикольная Ох, какая черная Матлая победа Курочка Прикольная Прикольная Курочка Смотрите продолжение в следующей серии. Какая-то японская, тут же старая машина есть. Еще интересная бочка кваса добавилась. Ну, особо не о чем возить, разве что трактором. Ну, трактором можно повозить. Потому что, конечно, тащить огромным грузовиком бочку кваса как-то смешно. Камазом бочку кваса тащить, не знаю. Тем более тягачом или самосвал. Это диковатый, это выглядит. Но это надо будет все равно попробовать посмотреть. Бочка кваса прикольная вещь. Спуск, на который ни раз не смог. Старый заедет. Так, ну вот. Это ОДА. Кваса нет вашей. ХБАК ОДА. Ну, как мы знаем, она сделана довольно-таки неплохо. Как модель. Салончик такой. Мафончик. Ну, руль такой безопасный сделан. Конечно, там магнит все-таки зашито темным пластиком безопасным. Магнитолом. Всякий там колорифер. А для метр, конечно, стоит электронные часы. Ну, правда, не работоспособный. Рабочие, как видим, медали. Это так подсветка включается. Тахометр, конечно, есть. Вежевский они хотели новую-то модель старт и вездеход на ее основе еще в 70-е годы поставить, но им не позволили. Вот они эту делали машину и, короче говоря, они отказались напрочь делать переднеприводную. Поэтому, по сути, был 412-й, на котором мотор сфорсировали 331-й. Плюс кузов новый одели, который по простору не стал. А так, это, в общем-то, клон 412-го. На этот раз уже был последний. Они очень много из него хотели разных вариантов делать и седан, и пикап. Но получилось только сделать вот этот хэтчбек базовый, 2926, фабулу, универсал, которую не очень-то много наделали. И каплючок. Но потом внезапно выродки, в общем, вазу продали этот завод. Туда старую шестерку поставили делать, и четверку. А вот этот каблучок морду присрали от «Джигуля». Вот такая вот херня так была, под конец. Вроде как лично бляшивая сволочь от этого участвовала. Ну, а так вот такой хэтчбек красного цвета. Фары работают. В чём-то похож на восьмёрку или девятку, но поменьше размера. Была вот и полноприводная версия, которую тоже любили покупать. Ну, что можно было браконьерничать, например, на них. Ну, и просто ездить, где там сложно проиграть. А так были многие недовольны, что её сняли сраный шикуль туда поставили. Ликвидировал весь шиш-жав там. Вот, год job. Нужно посмотреть, как она на бездорожья. Просто это. Нет. Да блин, ты чё творишь-то? Чё долбаешь тачку-то? Да пути! Да ты её ссатанул! Правда, после развала эти моторы, новые Ижевские, новые Узамовские, они там не особо себя хорошо вели. Долбануло. Малерийские детонации. Детонация нормально топлива не собирает. Постоянно хлопки раздаёт. Пусть ничего резко бочность падает. Куда пошёл? Угнать вообще тут опасно. Немного, правда, можно растениями тормозить. Растения густые. Ну, панелька так себе обычная. Вроде как видна за рулём. Рулём. Ох ты, блядь. Всё, пизда. Всё, пизда. Так, правильно, чтоб нехать. Вообще, конечно, на дело. Те машины не предназначены для таких зверских мест. Или очень медленно надо ехать. И гонять тут, конечно. Поначалу это, кстати, машина «Орбита» должна была называться, но вот там франкузы что-то стали орать, что это запатентовано. Поэтому они потом на воду изменили. «Орбита» Давай-ка обгодём победу. Сейчас поддал, наверное, хорошо. «Орбита» Может, перед фермой с ним. Вот, может. «Орбита» Вот такой вид у воды. «Орбита» Звонка. Будок звонки. Короче говоря, напоминает в чём-то восьмёрку или девятку. Но дверей в ней пять. То есть на девятку. Посмотрим, как оно на поле растет. Сюда пока. Вообще едет к Кирову. Лучше выбираться. Так, а «Буэрак» интересно получится. Нифига ему не проехать. Нифига ему не проехать. Не хотят на «Буэрак» идти. Багажник чё там? Как вот какой-то панелью похоже закрыт. Там, наверное, ещё запаска нет. «Виде» Да, и даже и дай раппит за бакишем. Стоять. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Разумеется, зеркальца можно из салона Да, блядь, ну что, что-то Ну и открылся даже в багажнике А сами переборы все разбиты Чувак на Волге даже любезно пропустил Ну да Улететь в аварию тоже, по-моему, и можно Поэтому надо быть все-таки аккуратным Особо-то не стебаться Но это может горем закончиться При резком торможении что-то его ведет Так Ну это Максимка 2141 Фары рабочие, но не самая хорошая модель Вроде там много чего не рабочего Не рабочего А нет, спидометр-то рабочий Тоже, а ведь он пластиком отделан Как мастер Подсветка только на спидометре нет Руиство пластика Магнитола Руль Тахометр Спидометр Вот такая девочка на нем Смешно на этой машине Это же как бы Заставили копировать симку А мотора-то не было Таким пришлось его мало того, чтобы поперек положить Так еще радиатор васрать за левой фарой То есть неизвестно, как он там нормально Ненормально А может нас И плюс делался очень некачественно Поэтому был на него спрос Начался, когда его продавали Потом резко упал Был, конечно, он уже большим размером Чем старый москвич Под 160 сейчас 160 на спидометре Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мотор тот же самый Стоял модифицированный УЗАМ Или от ВАЗА Вот здесь модифицированный УЗАМ А заезд заспавнилась Ниоткуда практически Вообще, на предельных скоростях он тоже может неустойчивость проявлять. Заноз тоже возможен. Да, пизда! Выехал навстречу. Дерево еще и не выехали. С посторонней помощью. Ну что, давай так. Передняя приводная, якобы, чем я нет. Передняя приводная, вон там. Дизайн, конечно, так себе. Мне особо не такой нравится. Передняя приводная, как я не знаю. Че-то длинный у нее тормозной путь. Да. Москвич. 21.41 Москвич. Победа проехала. В ранней отделке. С Витагорта, когда его сделали, он там изменился. Радиатор. Моторы от Рено могли вставлять. А Юрий Долгорукий, это с увеличенной вставкой. Субтитры создал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok магнитолом тут включается подсветка ну и так, короче, князь Владимир уже на этой машине ездили 21-42 с мотором Рено, конечно, скорость у ней большая но она, во-первых удлиненная, начнем с этого довольно опасно, кстати, проехать видно, как приборы включаются датчики загораются ну и плюс, что еще про эту машину, можно сказать наверное, она, конечно, не для бездорожья сделана там мотор-то не поперек стоит, как в Рено что-то все, капец все, капец так, ну возвращаемся вообще, надо быть аккуратным знаешь, что важно в аварию ходить плохо, что там мотор не стоит и поперек потом там радиатор за левой фарой, это, конечно, такой идиотизм ну, конечно, если заниматься, так можно как-нибудь ну, сделать поддув какой-нибудь так, если есть заняться, то, конечно, довести тоже, наверное, до ума вот нарекания какие-то определенные есть металл, наверное, может, не особо классный ну, все равно, так-то, конечно, интересно что-то победы стоят победы стоят почему-то неисправными что-то вот он херово себе пойдет ну, что-то варится если же разогнать не особо, то он устойчив, я смотрю неисправными а что победы стоят видишь, какая-то неполадка наверное, в движении случилось я там по ошибке поставил а эти вот едут а ну, может, у нас остановилось движение я там по ошибке поставил не ту машину, так, пришлось отключить а потом по новой и ничего, что Волга делает блин все, капец короче, князем Владимира тоже надо уметь управлять это же, как будто могут аварии всякие возникать на нем сейчас его остановим и сделаем скрип так, такой у него вид кстати, это можно сразу такой вид поначалу-то он должен был быть без этой вставки 21-42 он должен был базовой стать моделью но вот пришлось его не было мотора и лишь потом удалось запустить надпись князь Владимир 2 литра это мотор Рено в нем стоит сама модель очень хорошая много разных цветов и моторы и груза и кстати, вот еще интересный момент ну, вот так все видно вот можно ехать за пассажиром весьма прикольно посидеть в этих пассажира что будет я нет я я я я я За пассажиром тоже, в принципе, я все вижу, можно рвить. Конечно, надо аккуратно садиться. Все капец у меня. С валютом. Передняя природная машина, можно так вылезать из такой вот фигни на переднем колесе. Багажник, конечно, огромный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Выпущено было всего 1300 этих машин. Ну, а Калита это какая-то хуйня, они-то его хотели сделать под лимузин, но сделано было настолько топорно, что сложно было реализовывать при намного большей цене, чем у князя Владимира. Похоже на 2141, но покрасивее, конечно. Заносы. И опять заносы. В целом машинка опасная. На такой дороге надо уметь ей рулить. Приборы в чем-то на приборы от SL напоминают. В 408-м как-то более уверенно дорогу чувствуешь. Разумеется, на такой огромной машине уже в дырку тут не залезли. Ты, наверное, на бездорожье она тут хреново себя покажет. Мало того, что убито будет, наверное, сразу такие. Вообще, наверное... Какой ее смысл вгонять в бездорожье, в принципе. Вообще, много машин ставить не особо-то хорошо. Почему? Потому что... Ну, совершенно будут, кстати. Это опасная миссия. Так что вот такие пироги. Так, а теперь вот такой фургончик. Это как бы... Шкода называется 1403. После войны в начале выпускались шкоды довоенные, а потом перешли на выпуск. Шкоды Фелиции. 1400 она называлась. И 1400. Который в 50-е годы выпускалась. И на ее основе в 56-м году вот такой был микроавтобус предлорный. Переднемоторный. Обычный микроавтобус. Но который в производство пошел, тем не менее, только в 66-го года. И... Как бы... Как это сказать? Мотор внутри салона, но спереди. Тоже вроде как можно, как в Рафике, приоткрыть. Тоже они были и санитарные, и фургончики, и грузовички. И для пассажиров, и грузопассажирские. В общем, очень много вариантов из них было. Еще самое интересное. Он с 66-го года производился до 99-го года. А потом на другом заводе ТАСС еще даже до 2017-го. То есть совсем старый 50-х годов. Но был, получается, востребован. Ну, конечно, они его потихоньку модернизировали. Микроавтобус оказался востребован. А... Пришлось его выпускать, потому что Шкода Сота, это она же была заднемоторная. То есть ее нереально было никак. Превратить в фургон или там, в микап. В микроавтобус. Тут пустой салон, тоже как в грузовой полу. Вот приборы-то сделаны на них хреново. Почему? В ней должна, как бы, как сказать... Ну, ничего нету. Вот загорается только индикатор. Вот этой лампочки и все. Ну, интересный микрофон. Сюда, впрочем, они не поставлялись. Ну, могли быть завезены на перестройке. А трактора испытания в другую, в записи переведу. Там дело в том, что выпустили только что в основе, в основную бочку. Интересную. Так вот, наверное, на ней, наверное, прокатиться, думаю. Стрелка видна, но очень плохо. Мотор легковушки, конечно, тут, наверное, тяжеловато ему работать. Но все равно работает. На нем, кстати, безопаснее, чем на князь Владимире намного ехать. Скорость-то не особо большая. Гонять-то тоже, видишь, далеко не безопасная вещь. Просто погонять, а там можно и улетать в могилу таких гонок. Так что это, кажется, весело гонять. Может, веселье тут же закончится могилой. Веселье это. Конечно, на инвалидке-то тоже неприятно ездить, но и гонять тоже. Не особо это приятно, как говорится. Сейчас опасно. Сука, не смог развернуть. Он, кстати, трогается с места с каким-то пчелием. Сразу не едет. Интересно, Победы неисправны еще здесь дороги. Сейчас посмотрим. Вроде едут. Да, вроде едет. Это вроде бы неисправность с Победами ухранена. Не знаю, вроде все едут. Ну так, в принципе, можно ехать не особо скоростной. Ну, в принципе, неплохо. Плохо, что спидометр как-то сделан темным. Ни черта не видно. Стрелка вроде есть, но ни черта, наверное, не разберешь. Сейчас довольно опасно проехал назад. При резком торможении. Ну, ведет его тоже при резком торможении, короче. Смотрим. 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 Еще и хрен выйдешь. Хотя, может, на парказ ГДР похож на. Да, дизайн очень похож на парказ. А кто, интересно, раньше появился? А, тоже все скопировано. Ну, сейчас поглядел. Тарабан тут тоже с какого-то японского садзуми взяли, не знаю. А еще была такая и английская похожая машина. Что все это заимствовало? Не надо думать, что примитивная машина, они взяли и сами создали. Фиг там. Так, ну, на раз уж это приедем, да и хватит. Еле едет. В принципе, резкое торможение ему опасно. Дверь, конечно, просто открывная. Нифига, вон как дымит, кстати, на дороге. Над пешеходом. Вот такая вот поездочка была.